лидер это тот человек который может вести людей за собой следующий вопрос давайте чакры сейчас тут пооткрываемся а ну как не откроются они часто не открываются а бывает еще откроются потом не закроешь мы формулируем четкое задание игры вас не работайте плохо не из каких соображений лучше вообще ничего не делать или работайте хорошо 12 часовой рабочий день другого нету лидера сори вот меня почему-то последнее время мало стали люди радовать своим интеллектом и образования мне это очень сильно не нравится вот вы же читали настоящие книги вы же чувствуете от нее прям штормит мы же все пользовались гуглом вот тут не пользовался лучше было бальзака не читал а завтра кознет будет уже аж вибрировать от того чего мы хотим и это все возможно привет привет вам 116 а вот коллега оказывается не до конца микрофон так нормально слышно не сильно там по ушам уплывает люди самозапренно начинают кричать в микрофон аудитория из вежливости слушает их там час мучается потом выходят вот такими ушами вы себя не сдерживайте если вам плохо вы говорите вот ну что дамы господа я очень очень рад вас видеть хочу сказать что хорошее был во многих вузах и всегда кимэпи у меня самые хорошие впечатления почему потому что мне нравится уровень людей здесь это не потому что ну я сейчас нахожусь в кимэпи но вот вы есть на себя внимательно посмотрите вы посмотрите на свои глазки это очень важно помните же глаза это зеркало души да здорово же то есть и когда со временем это вот у нас сегодня с вами тема мы будем говорить о лидерстве сейчас мы попробуем разобраться вообще что это такое но один из таких больших признаков лидера мне кажется это человек должен очень успешно и удачно коммуницировать с людьми и невозможно коммуницировать правильно с людьми не набрав такого психологии замечательный термин эмпатия умение почувствовать человека умение увидеть его мгновенную вот эту красочку понимаете то есть и когда я подхожу к тому что когда я думаю что у кимэповцев замечательные очень умные и одухотворенные глазки я прям это чувствую понимаете это меня радует еще мне очень нравится что в кимэпи вот всегда таблички то есть можно вот всегда вот нас отбек салам алейкум халайсис вот эти очень удобно то есть не не там извините там тык мык человек это очень ну очень хорошая практика ну что будем разговаривать с вами сегодня о лидерстве если честно каждый раз когда я пытаюсь об этом говорить я очень сильно задумываюсь вот каждый раз вот когда мы говорим о лидерстве и каждый год буквально жизни прожиты он что-то кардинально меняет в понимании этого впечатления то есть что ты под этим подразумеваешь вот кто-то может а связано так вот встать и сказать сейчас вот что такое лидер вы давайте не стесняйтесь у нас с вами вообще если у нас получится мы с вами запишем это программу еще по чесноку на увижу не если вдруг кто-то знает я делаю такую программу в интернете и вы у меня буквально завтра там послезавтра будет еще звездами газета вот он в хорошем смысле так что вы хорошо отвечаете а вот поэтому кто может сказать давайте не стесняйтесь ну чего вот девушка вы так хорошо тут вначале я слышал лидер 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 вот сейчас мы подходим к этому а смотрите вот тонкий момент лидер однозначно это умение говорить публично вы понимаете почему сейчас никто не может стать спокойно сюда выйти и четко грамотно вот это вот знаете да когда с энтузиазмом взять это и сказать почему ну что какая-то вот внутренняя напряженочка у нас есть ну чё я туда попрусь ну вот я встану а дойду отсюда парализова парализация вот это начинается человек парализует его откуда-то пропадает во рту я не знаю там слюна да признаки волнения вспотели все и вот он встал у него столько было на местах да я же был созвучен вот я он вышел сюда я вам сейчас на самом деле разочарую немного разошлись таки да потому что мы сейчас не выходим и не говорим потому что мы на каждой паре начинаем с того кто такой лидер я вас сегодня не буду мучить вы не переживайте то есть это заставить за место себя говорить и работать других людей положим это признак лидерство но я поверьте я буду сегодня гуманин я буду больше говорить сам просто вы поймите я уже достаточно старый вот седой дядька мне хотелось бы понять немножко что вы сейчас вот сегодня today is the what do you think about these nations please say me мой дядька а нет на русском это я шучу это не надо на английском это все что я знаю из школьного курса вы про меня так плохо не думаете я до сих пор кстати лидером относятся так и не могу понять зачем он мне был нужен то есть я не я вас не отговариваю важный момент но к сожалению или к счастью я не знаю как правильно то есть я вот знаю что мне нужен сейчас другой язык это казахский я его учу то есть но английский я не очень понимаю зачем мне нужен но просто я не работаю в выборных компаниях там бла-бла-бла да наверное вот поэтому не нужен извините я вас перебил and so ну лидер это человек который может вести за собой который вдохновляет людей делать то что он хочет можно я вас перебил вот замечательно вы абсолютно здорово начали говорить и вот смотрите лидер это тот человек который может вести людей за собой следующий вопрос куда он видит ну например для организации у него есть четко видение цели для этой организации как будет лучше для всех и то есть и он это видит и люди признают то что он прав и идут за ним смотрите этот человек знает откуда-то как будет лучше для всех народ это же какая ответственность вот допустим мне сейчас я вот прежде чем в начале нашего разговора я еще хотел сказать что моя позиция которую я буду здесь сегодня безусловно высказывать она является лишь плодом моих собственных наблюдений и плодом моих собственных умозаключений тем более сразу нужно оговариваться на сегодняшнее время ты потому что с годами вот параметры отношения к лидерству они безусловно меняются понимаете как интересно и вот тут мы встаем откуда нам понять в каком институте нужно выучить чтобы понять куда вести людей за собой где лучше есть такой предмет у вас в программе навыки ведения людей за собой и маршруты их движения ну это лидер сам он приходит к нему он видит что откуда приходит это все изучает и как бы и это могу просто подсознаем формулируется и вот не появляется видение он еще он имеет умение вести за собой людей или идут за ними знаешь что они он делает правильные вещи вообще можно даже небольшие аплодисменты вот айдосу замечательно он здорово сказал пожалуйста как я вот замечательно совершенно правильно то есть лидер набирает в себя прежде всего знания вот смотрите лидер это человек который идет куда-то туда куда не обязательно идут все остальные люди вот вы понимаете вот есть некий диссонанс вот вы пришли кем это на сегодняшний день флагман нашей образовательной индустрии республики казахстан да можно так сказать однозначно правильно идти в этот институт но куда еще идти ты походи по базару и поторгуйся там ну можно еще парочку назвать которые вот по походу но соль вот тут же так получается ну так же все делаю а кто из вас можно услышать а кто из вас сейчас работает каким-то образом супер раз два три ухты четыре пять конкурентилейшн шесть семь чё делаете алиночка чё делаете в отделе продаж в отделе продаж Hsvc банка то есть вы уже пришли в банк и потихонечку уже работаете окей что и кто еще не работает вот ребята руки поднимали ряда шахтрук поднимал а вы что делаете он же стратегический менеджер часто подприятия продвижение бизнеса и дальничное развитие а сколько вам лет соль ай супер вы уже стратегии пишите для целого бизнеса ну мое поздравление это очень круто на самом деле еще кто где окей И для тех людей, кто до сих пор почему-то не попробовал себя в реальном бою, зачем мы учимся? Учимся-то зачем? Зачем мы обретаем, впитываем в себя кучу вот этих знаний? Ну, наверное, чтобы получить инструменты, чтобы потом идти по жизни, понимаете, легко. Чтобы вы выбирали, где вам работать. Вот вы понимаете, это же золотая мечта, чтобы вы выбирали, где вам работать. А кто уверен абсолютно на 100% что по выходу из института он получит работу? Так. Ну, 60%. Остальные 40% чего? Уже работают. Уже работают. Тиверлан, молодец. Вы тоже работаете? Я просто не успеваю. Мне, понимаете, мне, чтобы на вас на всех смотреть, мне надо вот так смотреть, я, ну, как сказать, сейчас я скоро привыкну к этому, я не все время преподаю. Окей, я всегда советую молодым людям, которые выходят из стен университета и сейчас находятся. Идите, пожалуйста, пробуйте себя. То есть, ответ, что не берут, что это неудобно, что это, ну, какие там, вот, обычно говорят, там, трудности. То есть, ну, это все неправда, я считаю. Это просто оправдание. А? Это просто оправдание. Совершенно верно. Я с вами абсолютно согласен. Найдутся. Это оправдание, причем достаточно такие, ну, не очень качественные. Я бы вот нехорошим даже, может, словом, ну, как, да. Можно скажу, люди в основном там, из-за неудачи опираются на оправдание, оправдываются, то, что вот так вот. Ну, причин на свете много, из-за чего не получили, из-за чего это не стоит делать. Но лидер это такой человек, который делает, делает, что надо, несмотря на, несмотря на преграды, он делает это. Он, как бы, на эти преграды проходил вот это. Там прям вот так вот пир, вот так вам диктуют, да, то, что вы сейчас говорите? Нет. Это кошмар, это круто очень. Нет, если, что, правда, вот, приходят преподаватели, я просто же не в курсе. Это вот вы сейчас в тетради мне рассказываете? Нет, я же, я в смысле рассказываю. Нет, мне почему-то тоже кажется, что вы из головы, да, то есть просто вы в тетради смотрите. Окей, я абсолютно с вами согласен, Айдутс, пожалуйста, аплодисменты, Айдутс. Человек старается, человек побери, не, молодец. И говорит же очень отдельные вещи на самом-то деле. Единственное, хорошо, а какие нам нужны полезные вещи? Вот. А вы согласны с таким утверждением, что человек не является лидером, если он еще ни разу не упал? Ах, как интересно. Ну, как бы, да, наверное. Ну, Айдутс согласен. Остальные, ребята, то есть, как бы, пожалуйста, лжаться. Значит, этот лидер... Нет, это значит, этот лидер скоро все равно упадет. Вот. Я бы так сказал. Нужно развивать... Я бы советовал развивать болевой порог. Вот умение падать, вставать, падать, вставать, получать удары. Обязательно. Мы не живем в идеальном мире, мы же с вами понимаем это. Мы завтра выйдем в условия из этих стен. Эти стены на сегодняшний день вам френдли. Вы заплатили деньги. Вас все любят. Говорят, good morning. Вот вам табличечку. Вот, пожалуйста, в тетрадочки всем выдали. Всем все прочитали. А завтра вы придете, вам точно так же будут улыбаться. Но посыл внутренний. Причем улыбаться будут, если вы придете еще в выпортовую компанию. Придете к нашим, там могут и не улыбаться. Там могут бы сразу все сказать, чего думают. Понимаете? Вот окей, такая ситуация. Вы пришли, вас не видят. Но нет у вас. Поставили на какую-то должность, там, чайки бедить. Ну, примерную такую. Ну, она там как-то обзывается. Там, что-то там вы делаете. Там, вот, какую-то бумажку туда носите. Сюда бумажку носите. Двигаетесь. Движение у вас там. Что делать? Пожалуйста. Может, вместо кипячения чайника, после того, заварить еще. Нормально заваривать чай шефу, нет? Это поможет. Можно сделать какую-то экстра, чтобы тебя заметили. Супер. Согласен. Окей, еще какие мнения? Пожалуйста, Мадиночка. Я думаю, что нужно будет отличиться и как-то, знаете, вот, интерес. Впечатление. Создать у них впечатление такое, да? Уронить чай на коллегу, который тебя послал. Вот. Мужчина сейчас, да, да. Ну, видишь, по-моему, извините, аж павелся. Он, конечно, больше не будет посылать. Нафиг нужно. Каждый раз обливает она. Вот. Окей, я согласен. Ну, а можно еще... Ну, в принципе, вот прозвучала отдельная штуковина. То есть, стать, стать очень сильным профессионалом. Вы понимаете? То есть, вот я советую всем, что я могу посоветовать будущим лидерам. Становитесь профессионалами. Становитесь лучшими. Это самая ваша большая социальная гарантия. Никакой больше гарантии социальной не существует. Все же читали, наверное, да, что современного человека, тот, который вот работает, он успешный, все хорошо, но его от абсолютной бедности отделяет два месяца без работы. Ну, я беру сейчас среднюю. То есть, если импортная компания вам при увольнении выплатят соцпакеты, там, бла-бла-бла, но плохие новости подобных компаний на рынке сколько? Мало. Мало? А кто-нибудь может назвать точную цифру? Господа стратеги. На рынке Казахстана или вообще? На рынке Казахстана. О, разум, может, мы подождите, давайте мы сейчас тут с нашими разберемся. Молодцы. Вот смотрите, следующая штука. Ну, наверное, лидер тот человек, который прежде чем, понятно, что он набирает знания, как совершенно правильно заметил Айдос, а потом откуда-то приходит. Айдос говорит, что от подсознания я больше склонен говорить, что от Бога. Не знаю. Мне кажется, что настоящий лидер – это верующий человек. Ну, это по моим ощущениям. Ну, я лучше верить классически в Бога. Ну, а во что, в деньги, что ли? В себя это слишком слабо. Вы маленький слишком. По сравнению, допустим, с тем, кто нас создал. Ну, что там, господи, человечки. Ну, как вы. Нет. С одной стороны, мы сильны и многое можем. Это правда. Но это я могу с чем сравнивать, понимаете? То есть, ну, это на любителя. То есть, вы не подумайте, что я тут проповедую, да? Но лично я говорю за себя. То есть, у меня, я не считаю, что когда у меня появляются хорошие мысли, это из подсознания. Понимаете? Потому что психология, если вы ее внимательно изучали, кроме дурацких ролевых игр и прочей вот этой ереси, я это так называю, мало чего объясняющие. Давайте поменяемся ролями. Я буду Алией, Алией будет Слава Невшим, мы дружно, весело, по-другому, ну и дальше чего? Как это избавит нас от депрессии? Какой-то была депрессия вообще, смотря в жизнь. Да ну. Чего, уже колбасы? Супер-осемочка у вас была? Ну, ничего, чего вы дружуете все? Ну, бывает такое, у меня была, ну, а чего такого-то? Я не могу болеть. То есть, что, у одной осемы было плохо, да? То есть, два человека у нас, бывает, с неоднозначными чувствами. Остальные все, рок-н-ролл у нас, да? Такой, вау, все такие, ё-оу, чувак, нет? Может быть, было плохо, но мы не знаем, что это депрессия была. О, окей. В то время мы не понимали. В то время мы не понимали. Скажем, у меня были трудные проблемы. О, окей, пожалуйста. Мне кажется, это зависит от того, как ты понимаешь слово депрессия. Ну, согласен. Вот, я вот, тяжелая, для меня депрессия, это что-то такое, что длится долго, что вот ты не определяешься, что ты теперь-то, ты видишь, что только все черные, серые, ничего хорошего. Да, да. И вот как это, как вот, подождите, и как вот, Мадиночка, замечательно, вы молодец, как вы здорово говорите. Ты не видишь ни впереди света, и все вокруг серое, и нету вот этого куража, нету ничего вот этого. Где брать вопрос? С подсознанием? Давайте чакры сейчас тут пооткрываем все, а ну как не откроются. Они часто не открываются, а бывает еще откроются, потом не закроешь. Понимаете? Плохая. Вот я против, вот это мое, опять же, личное мнение против индуистических вот этих всех штуков. Понимаете? Потому что никто ничего не понимает. Там любой, кто это, крюпочку себе нарисовал, ну, учитель. Не понял, мне непонятно. Вот, то есть мне немножко боязно, понимаете? Где брать, вопрос? Где брать силы лидеру? В себе. В себе, ну, вы подите, ну, так вот, если... Да, пожалуйста, Ира. Цели. Скажите. О, молодец. Замечательная штука. Цели. Важный момент, что у лидера однозначно должны быть сформулированы хотя бы промежуточные четкие цели и задачи. Потому что еще месье Синека говорил, что не будет ни одному кораблю попутного ветра, если этот корабль не знает, в какую гаваль он плывет. Дудь, куда? Сон, я определился. Куда дудь? Какие цели? Можно послушать, господа кемэпплсы? Ну, вы меня, если честно, вы меня радуете. Мне вот прям нравится то, что вы говорите. Какие цели у нас есть? Будущие, сегодняшние лидеры. Цели какие у нас? Вы идите замуж? Тут, гляжу, девчонок. Да фига. Знаете, цели не должны быть прям такими глобальными. Они должны быть прям точные. Короткие. Нет, нет, точные. Не короткие. Цель может быть не обязательно короткая. Посмотрите, может быть цель. Я хочу работать там в Big Four компании. Нет, надо говорить, что я хочу работать в этой компании на такой-то должности к 35 годам. Вот это будет цель. Да, потому что она точная. А никто не хочет данную компанию создать. Эй, ну это несколько иной взгляд, но я понимаю, вы уже там стратегию всю нарисовали. Вот, окей. Вот. А кто хочет? Ну давайте, мы же помните, мы все читали Киосаки. Кто не читал Киосаки? Дайте рогатку. Буду застреливать. Вот, раз, два. Не читал. Иии, Семен Семенович. Заня. Вот. Ребятушки, пожалуйста. Лидер однозначно много читает. Кто не читал Бальзака? Оноре. Поднимаем руки кембэ-повцей. Выше. Пускай стыд этот увидит вся страна. Это вырежьте. Вырежьте это. Ребята, для тех, кто в бронепоезде. Рассказывают. Оноре де Бальзак. Это великий мировой классик литературы. Он написал совершенно исключительные вещи. Кембэ-повцы. Исключительные. А я вам приведу пример. Все его помнят больше о кореневой коже. Я сейчас продам Бальзака. Я хороший продавец. Кстати, лидер должен уметь продавать. А, сейчас мы об этом поговорим. Запомните, пожалуйста, про продажи. Потому что я не люблю по бумажке разговаривать. Поэтому, знаете, как остапо весло. Я в целом помню, что я хочу сказать. Но у меня вот такая мысль скачущая. Мне вот был Костя Иванов, ведущий на радио НС. Очень популярный. К сожалению, сейчас его нету с нами. Ушел от нас. И он как-то охарактеризовал мою тактику продаж. Он говорит, это кавалерийская атака. То есть, вы шашки на эскадрон, на голову. Что порубали, то порубали. Что нет, потом вернемся. Вот. Значит, про Бальзака я вам продам. Смотрите, он пишет. Шагариневая кожа. Абсолютно философская штука. Человек живет ради исполнения собственных желаний. Что бы он там ни говорил, но больше всего человек хочет, мне кажется, по моим ощущениям, чтобы его желания исполнялись. И вот человек, который был уже, у него все было плохо, вот как говорили здесь, он не видел там траля-ля. Короче, он все пошел с моста прыгать. Обычная ситуация. К нему кто-то подошел. Я сейчас фабулю чуть-чуть могу ошибиться. Ему попадает в руки маленький вот такой кусочек кожи. Он ничего не понимает. Или он в музей какой-то зашел. Вот сейчас уже слоя, там ночь, там примерно в вашем возрасте. Вот. И вдруг его желания начинают исполняться. Но странная штука. С каждым исполненным желанием кожа становится все меньше и меньше. Вот это ужасающая и очень важная правда. Сейчас вы мечтаете очень сильно, как положено лидерам. Мечтаете о том, чтобы эти мечты сбылись. Ребята, хорошие и одновременно плохие новости, они ведь и сбудутся. Вы понимаете? Кто-то сказал, я буду работать в 35 лет в этой компании. Так он и будет. Вы понимаете? Это... Вот почитайте Бальзака, там написано, понимаете, что есть еще там какая-то правда. Сейчас, одну минуточку. Вот. И еще я вам рекомендую абсолютно замечательная вещь отец Горио Бальзака. Про молодого человека, который приезжает в Париж. И что важно, вот почему Бальзак, он полезен, я считаю, для нас, вот для сегодняшних, современных людей. Он пишет о банкирах. Вот банки там такие же, как и банки сейчас. Он пишет отдельно, есть же у нас ломбарды, да? Что это ломбарды? Это ростовщики. Правильно? Он пишет об ростовщичестве. Он пишет о высшем свете. У нас есть высший свет? Конечно. Он пишет об интригах, которые существуют в высшем свете. Он пишет о хорошем, о светлом, о плохом, о любви, о предательстве. Чувства-то с годами не меняются. В 1800-м, фиг знает, в каком-то году чувство любовь было точно такое же, как и сейчас. Что сейчас, когда это приходит, ты не знаешь, что же с этим делать-то, куда бежать-то. Понимаете? И тогда так же было. Подлость не имеет срока годности. 2000 лет назад подлость была такой же, как и сейчас. Другой вопрос. в количественном соотношении больше ее стало или меньше. Что сделает лидер с подлостью? Вопрос. Ничто. Ну как это ничто? Излечет урок. Как извлечет? В смысле, в тебе плюнули, да? Подлость, это в тебе плюнули. Причем так, как-то незаметно на спину. Это опыт. В любом случае, ты в будущем потом будешь более осторожно относиться. А что делать с этим парнем? Или девушкой? Казнить. Казнить? Может быть? И еще, знаете, можно с нами поспорить по поводу бальзака? Я читала. И знаете, у него стиль, он не всем понравится, на самом деле. Потому что он очень, очень пафосно и очень светасто пишет. Если говорить о том, чтобы посоветовать именно в плане литературы про то, что пишут про бизнес, про отношения, больше тогда уже Теодор Драйзер. Тот же финансист. Это не вопрос. Это шок. Подожди. Ну просто, если люди начнут с бальзака, то может не понравится. Закрыл все. Знаете, они пускай начнут с чего угодно. Ключевое слово читать. Когда люди принципиально или, ну, может быть, так случайно. Понимаете, я не вижу, допустим, проблемы, что сейчас вы его не читали. Потому что, допустим, у вас средний возраст сейчас какой? 20. Ну вот, его примерно все в одном возрасте читают, вот где-то в вашем. Просто я считаю, что может быть где-то мне там зачтется галочка за то, что я вам рассказал про бальзака. Цветасто он пишет, не цветасто. Понимаете, лидер одной из, вы абсолютно правы, что имеете свой взгляд на вещи. Он может совершенно верно не быть похожим на мой. Это нормально. Если вам нравится больше Драйзер, у Драйзера замечательный писатель. И хорошо, кто читал Драйзера? Ух ты. Так. Ну молодцы. Так вот, пожалуйста, это Теодор Драйзер, это один из величайших писателей американской литературы. Вот вы завтра придете в те же корпорации, где вы будете, почему вы не боитесь, что вы, столкнувшись в языковой среде, на английском-то вы, надо полагать, научитесь хорошо говорить, но следующая тема, ребятушки, о чем? Вы будете говорить? Вы думаете, кому-то интересно, если вы все время будете говорить про работу? Вы же понимаете, что половина дел делается на корпоративах, на тусовках. Недавно я брал интервью, посмотрите, оно висит на Ювижене, это вице-президент компании КСЛ, начальник отдела маркетинга Касперс Кукелес. Это человек легендарный для нашей страны, он приехал с Прибалтики и через некоторое время он сделал самое... Есть рекламщики-маркетологи в зале? Молодцы! Знаете, агентство Panda, что-нибудь слышали о нем? Ну, вы сейчас немножко новой формации, но это была легендарная и по сей день, я не знаю, какое рекламное агентство, по деньгам, может быть, есть круче, но по уровню работы, по том, как они обслуживали клиента, по качеству, которое они давали, уровню сервиса, раны нету. Так вот я брал у него интервью, задавал очень простой вопрос, как попасть к вам в команду? Он говорит, во-первых, человек не читает на резюме, это правильно. Я вот, между прочим, сторонник того же. Ну, начать с того, чего вы в нем напишете. У вас там целых две строчки на сегодняшний день. Это школа общеобразовательная и институт. Да, хороший институт, чего уж греха дает. Следовательно, вы приходите в компанию, чем брать? Про хобби свое рассказывать? Хобби. Не надо, там всегда пишут хобби. Да, нужно. Всегда есть чем брать. Например, если ты в том же университете являешься президентом студенческой организации, то показываешь твой лидерский потенциал. Да, мне пофигу, что вы были председателем своей студенческой организации. Да, ты умеешь работать в команде. О, ну так а-то мне как-то надо это рассказать. Вот об этом и пишут в резюме. Стоишь, ну что значит, что они читают? Ну, может, вы не читаете, а, между прочим, во всех фирмах делают, ну, как, когда собеседование, все по резюме. Вот, вы тут написали, что вы будете делать это. Ребят, важный момент. Во всем мире пишут резюме. И это, наверное, работает, я не знаю, я не жил во всем мире. Вот. Но на сегодняшний день я себе вижу тот бизнес, особенно наш, казахстанский. Людей смотрят по их личным качествам. Я, например, предпочитаю бросить человека на месяц под молотки под какие-нибудь. В работу непосредственно. Был он председателем там этой пионерской организации или не был председателем. Мне какая разница? Мы формулируем четкое задание. И говорю, фаст. В хорошем смысле. То есть я сейчас это фигурально, мы понимаем, да? То есть он или это сделает, или это не сделает. Правда на сегодняшнего бизнеса, мне кажется, такова. Особенно нашего местного казахстанского бизнеса. Там нужно четко решать поставленные руководством, сформулированные задачи. И правда в том, ты будешь это делать или не будешь. То, что вы занимаетесь общественной деятельностью, безусловно, это очень хорошо. Умение работать с людьми. Где брать умение работать с людьми? Вопрос. Работать с людьми. Хлопайте. Айдос. Снимите айдоса крупная. Молодец. Вот. Нет, он правильно говорит. Я в свое время, я никогда не забуду, тогда еще было советское время, и мальчики все хотели в армию поступать. Я подошел к своему учителю физкультуры. Мы маленькие, еще были там в четвертом классе, и сказали там, ну как там его зовут, сейчас уже не вспомню. А что нужно сделать, чтобы научиться подтягиваться? Чувак сказал вообще философскую мысль, подтягиваться. Вы понимаете? То есть для нас это было вообще откровением. Мы думали, какое-то специальное упражнение, там, может, гантелью как-то там поделать. Он говорит, нет, вот турни. И если у тебя не получается, ты висни на нем и дергайся. И сколько ты сможешь, хоть виси, бедолага, не можешь подтягиваться. Применительно к бизнесу не можешь это делать. Но ты делай. Многие изображают бурную деятельность в бизнесе. Слышали такое? Ходят, что-то движет, курят там, понимаете? Вот ГПД, ноль, они всем позвонили, они со всеми поговорили. Вот сколько я их ненавижу, этих сотрудников. Потому что, понимаете, это самый страшный. Есть откровенные бездельники, есть откровенно люди, неготовые к работе. А это вот такие полуфабрикаты. Понимаете? Ужасно быть лидером наполовинку. Потому что так не бывает. То есть, стыдно не выполнять работу. Вот важный момент. Нам говорят, мы должны выполнять ту работу, за которую нам заплатили. Это справедливо. Но, если ты вызвался на эту работу, и даже, может быть, тебе не столько заплатили, вот говорят, ну сколько мне платят, столько я работаю. Кто согласен с этим утверждением? Заря. Вы соглашаетесь? Что вы? Вот. Это нормально. Но не сейчас. Не в вашей сегодняшней ситуации. Это нормально, когда вы стали уже профессионалами. Сынием. Вот я могу сейчас сказать, то есть я точно знаю, я вот тут могу работать, вот тут могу работать, вот тут могу работать. У меня, ну, как бы, более-менее вопросы со своим трудоустройством, в 30-ти там с лишним годами, я уже решил. Мне особо не страшно уже. И я могу сказать, вот сколько мне платят, сколько работают. Но я, если мне не нравится цифра моего гонорара, я не работаю вовсе. Не надо плохо работать. Я хочу, чтобы вы запомнили, никогда, я вас прошу, колено преклонено. Не работайте плохо. Не искать их соображений. Лучше вообще ничего не делайте. Или работайте хорошо. А круче даже, блядь. И так, остановлюсь на том, ни в коем случае не работать плохо. Потом важный момент, чего бы я вам еще посоветовал. А если хочешь научиться? Чего? Не будешь подтягивать, просто подтягиваешь. Да. Ты хочешь просто научиться? Ну, ты не будешь плохо работать. Я буду видеть, что этот чувак всю дорогу висит на турнике. Я все равно про тебя буду думать хорошо. Потому что, ну, блин, все вот не висят и все равно не подтягиваются. А этот не подтягивается, но висит. Главное, старание, да, получается? Ну, типа да. Вот. Ну, оно не главное. То есть, главное вот все по совокупности. То есть, ну, старание, это важно. Потому что... А, следующий. Офигенный совет, пожалуйста. 12-часовой рабочий день. Другого нету у лидера. Sorry. Кто не согласный, тогда не надо туда идти. Почему? Потому что 12 часов рабочий день, это минимум. Почему? Я же могу прям объяснить. Лидер к нему постоянно, он же транслирует из себя вот эту энергию. К нему же многие идут. Как ты не ответишь? Вот тебе задают вопрос, тебе говорят, вы извините, но мне непонятно. Ну, помните Экзюпери? Читали? Я уж боюсь, блин, спрашиваю. Молодец. Вот. И там написано, что мы ответственны за тех, кого приручаем. Это вот. Еще одна ипостась лидера. Лидер, мы можем твердо сказать, это вот такой вагон ответственности, который вы будете переть всю жизнь. Знаете, почему всю жизнь? Потому что единожды зайдя в стройные ряды лидеров, оттуда нельзя выйти обратно. к сожалению, это так. Вы не сможете. Если вы будете жить по этим канонам, если вот вы выработаете для себя, это своеобразно, лидер, это своеобразное бусидо. Это кодекс. Смотрите, там же много, вот четкие можно вещи проговорить. Допустим, вот, не работать плохо. Ну, ты уже не сможешь. Вот вы понимаете, у меня конфликты, у меня бывают, допустим, большие проблемы. Я вижу, когда люди плохо работают, ну, я хожу, ну, мы понимаем немножко, мы живем в обществе, да, ну, совсем уже там, рожденным революцией, ну, быть тяжело уж совсем. Вот я хожу, вот он не работает, вот он не работает, вот он не работает, вот у него, у меня потом шторки падают, и я начинаю что-то с этим делать. Ну, нифига все этому не рады, бывает так. Потому что, ну, что-то с ним надо делать, но он не работает. Вот тут сидит номер отбывает. Не понятно, за что деньги получает. Еще, еще и доволен этим. Вы понимаете, ему кайфно. Больше всего меня колбасит всегда. То есть, есть целая у нас куча народу, которую нифига не делает по жизни. Им и хорошо. Вы будьте, если вы вдруг станете лидерами, и зачем-то пойдете по этой дороге, понимаете, вот я не уверен, что всем надо идти по этой дороге. Потому что дорога тяжелая. По пути вас ждет много неприятностей. Вот. Потому что они неизбежны. Потому что вы возьмете на себя ответственность. А ответственность, ну, ребят, ну, ну, мы же понимаем, ну, не все это невозможно, что всегда все будет беленькое и в цветочке. ну, так же не бывает. Да там хоть с какой стороны. Я вот приведу самый обычный. Это правильно. К вам пришла налоговая полиция, арестовала к чертовой матери весь ваш офис. Понимаете? Вся бухгалтерия стоит вот так. Наверное, в этом есть что-то хорошее, безусловно, для налоговой полиции. У них вот-вот рук-н-ролл начнется. Понимаете? Начинаешь думать, что она делает здесь? Соответственно, это приводит к тому, что какие-то действия приводишь. Ребята, так-то так. Ну, вы же... Слушайте, ну, подождите, вот кто... Вот хорошо, ладно, про чтение. Вы падали когда-нибудь? Вот просто. В шоу спотыкался. Ну, вот налоговая полиция, это так же. В смысле, вы откуда знаете? То есть, она, понимаете, у нее там свой план, у нее свои там, как бы эти... Здесь налоговый кодекс, у нее не свой план. С ней нужно аккуратнее работать, чтобы если упал, не так больно. Ну, я согласен. Я согласен. Можно щитки носить, можно варежки, можно каску одеть. Как вот мы на роликах катаемся, но это же от падений нас-то не страхует. Я согласен, что мы же неоднозначно каждый раз мы должны разбиваться в древности. Так не надо. То есть, надо думать, ты куда едешь, на какие ролики ты встал, то вот про продажи. Я помню. Кто умеет продавать в аудитории? Давайте. А чего? Так. Смолжас. Скромно. О, а вот это неправильный вопрос. Там кофе бы, что продавать. Да. Это вот вы просто писать на себя, да? Да. То есть, я действительно верю, что этот продукт или то, что я продаю, оно действительно приносит пользу и какой-то положительный заряд, да? Я могу это продать. Но если я продаю откровенно пустой стакан и я понимаю, что от этого нет никакой пользы и ничего абсолютно, вот это я не могу. Пустой стакан это же по вас как у меня нет. Это очень круто, если у вас получится. Вот если есть... Это... Возьми кофе, кофе, деньги, да? Вот. Не, вы правы абсолютно. Слушайте, приятно с вами разговаривать, все это вы знаете, да? То есть, но еще раз давайте озвучим то, что вы сказали, Жамиля, совершенно верно. Откуда будут браться силы ваши в продажах. Ваши силы будут в продажах браться, если вы будете верить в продукт. Отсюда мораль о целях и задачах. Так вот, цели и задачи нужно какие-то тоже ставить, чтобы в них верить. Понимаете? Потому что вот мне кажется, что если поставить свою цель к 35 годам занять там приличную должность, на этом вагончике только долго не уедешь. Он не сможет, это долгий период, он не сможет вас поддерживать очень долго. Долго лидера сможет поддерживать большая цель. Отсюда мы приходим к следующему постулату. Однозначно лидер должен иметь в себе большую любовь к людям. Важный момент. Большую, прям, знаете, вот прям большую и прям любовь. То есть он должен с уважением относиться к людям. Это не пехота. Для менеджера часто я такое слышу. А, о, пехота. Хомячки офисные, планктон офисный. Тебе повезло, ты не такой, как все, ведь ты работаешь в офисе, да? Че там еще понапридумывали? Ну, не согласен. Это живые люди. Понимаете? У них руки такие же, ноги такие же, у них такая же душа, как у вас. Если вы лучше говорите на английском языке, если в вашей аудитории приходили люди круче, чем приходили к ним, а к ним вообще никто не приходил, уже буквально как в школе скурили, так и ничего у них не произошло. Степло тоже так бывает. То есть вы не пойдете, что вокруг вас будет идеальная вот такая сфера. Вот наслаждайтесь этим моментом. Вы понимаете? Потому что завтра вы перешагнете вот этот Рубикон. И я уж не как неправильно, что я не пугаю, но не знаю, я встречаюсь с разными людьми по своей работе. Не все они у меня вызывают сплошь рядом положительные эмоции. Не все радуют меня. Понимаете? Не все я понимаю, что как же я их могу критиковать и все такое. Но я просто по своим ощущениям. Не все вызывают положительные эмоции. Не все радуют своим интеллектом. Не все вот меня почему-то последнее время мало стали люди радовать своим интеллектом и образованием. Мне это очень сильно не нравится. Вот не важно куда вы собираетесь выруливать. В лидеры, в капиталисты. но прошу об одном молодежь нашу будьте пожалуйста очень сильно образованы. Лучше чем все. Там нету предела для совершенства. Слушайте ну рекомендую очень серьезно кто активный юзер интернета. чуть-чуть об этом поговорим. ого ого ну прям здорово. Те кто поздравляю вас господа вот Джека Лондона кто-то читал кто читал Джека Лондона так поширше я гляжу поширше а почитайте обязательно я вам рекомендую Мартин и Дэн если вдруг кто-то не читал шикарнейшая вещь понимаете это гимн как бы лидерство когда мальчик из абсолютной вообще грязи из абсолютного невежества но в нем была вот эта сила он чего-то хотел он имел большую цель понимаете он хотел стать писателем человек там за три года образовался ну и так далее почитайте ну шикарная вещь знаете это такой пин-оп то есть вот вы прочитаете Джека Лондона так он покончил с тобой в конце кто ну и что не подождите ну там можно об этом по-разному поговорить он давайте сейчас о суициде не будем рассуждать вот эта тема очень интересная но по-моему нам рано еще об этом думать вам уж точно вот как бы эта книга сильна почему потому что ну я считаю это гимн лидерству то есть вообще Джек Лондон если вдруг кто-то изучал как у меня с буквой рэп плохо Риард Киплинг Ридьяр вот я вот это плохо если выговарив очень плохо по-русски Малый что ли а? Малый чуваки да нет нет не что не всю Маугли он написал вы почитайте то есть он писал очень много рассказов то есть Маугли тоже он написал вы правы но там есть еще немножко другие вот он воспевал если вы изучали историю тогда Англия была большой и мощной колониальной империей ведь Англия была настоящей империей полмира вот так вот просто на колени поставили и Киплинг он воспевал вот этих таких знаете молодых людей которые идут там черти куда там знаете вот я сейчас плохо вспомню и если ты заблудился в пустыне и ужас сковал тебя как ребенка то помни а и ты что-то там изранен и все нету больше сил осталось только спустить курок и умереть вот но в конце он говорит но помни помни что ты мужчина гораздо легче нажать курок и умереть гораздо сложнее смотреть черту в зубы понимаете он вот такие вещи писал там аж волосики на руках шевелятся понимаете как мне назвать Мауглин шучу вот я не знаю почитаем мы же все ты поднимал руку когда извините вы поднимали руку когда спрашивали про пользователя интернета да вы же помните что там есть гугл то есть там очень удобно вы пишете киплин гугл там вываливается Мауглин но еще очень много рассказов вы читаете которые ниже Мауглин вот вот а продажа давайте чуть-чуть про продажи так вот я к тому про образование ребятушки вот вы очень правильно делаете вы в хорошем вузе вы делаете хорошее образование но что такое книга настоящая вот кто может сказать я вам продам сегодня чтение книг ну же личность автора его опыт его видение мира похоже это идея идея я бы чуть-чуть знаете вот моя личная формулировка я правда очень люблю читать да я вот прям фанатик этого по мне может не скажешь но тем не менее это это квинтэссенция духа знаний опыта вот этого писателя который посредством символов зашифрованных на бумаге вот вы же читали настоящие книги вы же чувствуете от нее прям штормит ну это же бумажка ну что вот от нее не штормит у меня это же тоже бумажка она мне что тоже написана ну а той ты читаешь этот код это код и ты чувствуешь что ну я не знаю ну вот читали Маргарет Митчел да хуй карлик что читали унесенный ветром подождите а поющий в термон как ты писал это Колин Маккалоу молодец поющий в термон там вот начало там есть в Австралии такая маленькая птичка я сейчас вам эту книгу тоже продам очень крутая вот послушайте есть в Австралии такая очень маленькая птичка однажды утром я сейчас плохо цитирую но тем не менее она взлетает высоко-высоко и поднявшись на максимальную высоту она падает камнем в кусты в тернии и напарывается сердцем на самый острый шип и в этот момент она начинает петь и все живое замолкает потому что она слушает слушает вот эту настоящую песню жизни это вот примерно там такой эпиграф в этой книжке это не я сам придумал вы про меня так хорошо не думаете вот понимаете поющие в тернии поющие в тернии я продал айдосу это не шоу вот супер это правда там кстати одуренная история про то как католический священник он всю жизнь мечтал служить если вы помните в католицизме есть обет целебата то есть обет безбрачия и он влюбляется это девушкам наверное тоже очень интересно будет в очень классную девушку и вот это вот преданность церкви вере да там богу и вот любовь которую тоже никто не отменял и вот этот конфликт который через всю книгу проходит но это бестселлер народ то есть читайте хороший кумер про интернет могу вам рассказать следующее всего год назад я погрузился в этот раз веселый предмет до этого я даже не умел имейлы посылать вот но поскольку у меня есть такая любимая игра если я чем-то занимаюсь я делаю это очень быстро и как бы ну бывает что эффективно скажем так то есть я начал понимать вообще что это такое кто даст формулировку сети интернета ведь все говорят я юзер крутой ну-ка давайте поехали мы что там юзаем ну куда ходим я не могу информацию какие сайты какие мы посещаемые сайты ВКонтакте ВКонтакте господь с тобой википедия википедия ты жжешь дюмейл дюмейл это круто это большой да такой ютюб ютюб гугл твиттер гугл 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 это вопросник ну поисковый поисковый понятно ну я понимаю что такое гугл ну окей куда ходим то мы в КЗ что делаете там надеюсь не в этот мой нур вот этот ужасный нет да новости читайте но нет только не ходите в этот мой нур там помните там вот это в гарем возьми меня в гарем там ужасно не надо туда ходить вот кимэбблсом нельзя значит дальше нуркизет я услышал казахстанский сайт пока один нуркизет новостой тенгри ньюс киви киви ютюб аплодисменты чтобы я не шел руку поджимать мы посмотрим там нет хороший сайт это правильно ct psykizet окей но на летние есть такой замечательный университет в Карнеге и в МУИТ есть такой наш местный университет айтишный приезжал лектор из университета Карнеге и я у него брал интервью ну через переводчик если там мой английский не до такой степени крут вот человек сказал замечательную вещь что на сегодняшний день гугл он мне правильно отвечает на вопросы потому что вот вы вспоминайте вот мы же все пользовались гуглом вот кто гуглом не пользовался лучше бы он бальзака не читал слава богу хорошая новость вот то есть мы задаем ему вопрос в надежде получить ну какой-то для себя ответ а он вываливает просто массив инфы то есть и вот этот дядечка абсолютно замечательный он вот эту штуку он здорово развил опять же есть интервью на английском языке вот можете на ювижене зайти и посмотреть там он один вот послушайте чего дядечка говорит из Америки которая на 15 лет старше нашего интернета интернет в Америке или там на 20 лет я не знаю там насколько мы столкнулись с тем маркетологов у нас два всего да но тем не менее завтра вы придете в компании придете в организации и на сегодняшний день интернет это мощнейший рычаг мощнейший способ продвигать что-либо в сети ключевое слово что-либо можно продвигать компанию можно продвигать собственный бренд проверяется очень легко набираете у кого-нибудь есть сейчас гугл под рукой ну вот у вас же есть вот набираете фамилию единиц нету окей у кого есть гугл с единицами набирайте свою фамилию и имя сегодняшний век век информации наверняка об этом многократно говорилось само просто проверить про себя набрать имя свое и фамилию вы поймете что вы сделали общественно активного общественно полезного бизнес активного бизнес полезного сразу все понятно если там вывалится вконтакте мои фотки что вы ржете я вам расскажу я походу личность публичная мне доводится бывать в самых разных местах так вот недавно я был на конгрессе и чаров всея казахстана плюс россия приезжали московские менеджеры хэдхантера знаете да один из лучших ресурсов который по трудоустройству рекрутингу и так далее покупать людей они уже пять лет не читают резюме это я вам к чему рассказываю вы пишите себе что хотите пишите пионерской реализации был а я гублин и там все понятно если вы в своей соцсети сфотографировались как-нибудь там вот так я же пойму что ты фотографируешь вот так писавочку серьезно а тут с пузырем как шампанского вы стирайте эти фотки и пожалуйста вам завтра идти устраиваться на работу и как раз таки выбрать компания уже давно это освоили зайдите в ваши соцсети и то что у вас там не запаролено вы запарольте понимаете потому что завтра это буду смотреть я ваш будущий работодатель тогда пожел кто на что учился а она мне резюме принесла вот это раздозрненное я руководил педерской лечебной а я могу с вами поспорить ничего страшного это резюме важный я лично когда устраивалась по турбосрочности мне целый час по этому резюме гоняли я согласна вконтакте тоже посмотрите а что там целый час гонять там две надписи нет серьезно целый час спрашивали что ты делала и как и все и это и это правда и все кто устраивались те же биг флоп все знают что открывают прежде всего резюме ребят я согласен но я же не говорю что резюме во всем мире отменили не отменяли а я говорю опытные чаны from Moscow они смотрят в социальных сетях на своих потенциальных как их эти работополучатели они их смотрят я же не говорю что они да изюме читают а потом говорят ну давай это как на самом деле там есть другая сторона к примеру скажем так многие без купальника фотографируют я шучу у нас это по сценарию народ на моих лекциях я иногда шучу мы просто это важно потому что я не знаю может это не принято будут те люди которые выставляют фотографию вот эти чары посмотрели вот здесь там бутылка здесь еще здесь без купальника а есть те люди которые скажем так не я уже пришел и сказала не выставляйте и они закрыли но они до сих пор голые с бутылки фотографируются но они просто не выставляют скажем так но они по крайней мере благодарны не рушу что их взяли на работу суть не меняется от этого суть не меняется он пил суть не меняется неформальное время он может тогда нужно дождаться первого корпоратива но профессионализм то отражается у нормальной компании импортные корпоративы три раза в год он проект на 3 месяца не хватит профессионализм отражается в твоем резюме а не в твоей страничке вконтакте вне вне рабочее время ты можешь и пить и фотографироваться в чем угодно но если ты в резюме покажешь что ты профессионал в принципе всем будет плевать чем ты там занимаешься разве нет нет я понимаю что возможно личность это важно но важнее же профессионализм можете не убирать я шучу нет смотрите ребят тут важный момент очень замечательно что вы спорите очень замечательно что вы полемизируете это правильно то есть одна из правил лидера то есть ничего не нужно слепо воспринимать на веру то есть я как бы сам и чаром не работал но спокойно вот я на том же хэдхантере есть там такая вот вы знаете как называется благосфера на хэдхантере а я знаю почему потому что я полгода писал туда в блоге а эта благосфера она является все снгшной то есть мне и чары вообще как категория лиц как вот должность они мне очень интересны объясню почему потому что у меня свое есть ивент агентство я с ними целыми днями общаюсь мне очень интересно понять вообще кто это такие они вообще о чем они там думают о корпоративной ценности корпоративный дух a вызывает пожалуйста вячеслав вы можете поднять у нашей компании корпоративный дух ух ты ну это как раз задача для лидеров поднять корпоративный дух нет я им говорю есть один дух святой все остальные производные понимаете я не умею дух поднимать корпоративный это не ко мне но это задача лидера вдохновить людей поднять корпоративный дух это возможно просто сейчас такой отрицательный смысл да приобрело корпоративный дух корпоративно ассоциация с офисным флангтоном но тем не менее за этим-то стоит на самом деле вдохновлять людей и доказать им что вы принадлежите какой-то компании и вы на самом деле делаете великое дело вы считаете чужие деньги да если это бигфон но тем не менее вы делаете это хорошо и вот в этом задача лидера я с вами желудочко абсолютно согласен и я двумя руками буду голосовать за ту компанию где я увижу очень много горящих глаз сотрудников но к сожалению моему глубокому сожалению сильному сожалению вы пойдите по офисам походите как увидите много горящих глаз вы звоните сразу я тоже туда пойду смотреть понимаете то есть это не ко мне вопрос это не я придумал я всего лишь играю теми картами которые как бы извините сдали что я могу сделать приезжаю тут бывает на корпоратив пожалуй знаете сколько видел корпоративов я 500 корпоративов провел народ спорим что я насмотрелся на корпорации причем я их вижу уже не в офисном их обличье а вижу так сказать как я их вижу обхохочешься я в цирке не смеюсь уже лет 5 это важно вот клоуны шутят а мне не смешно потому что ну я же знаю где смешно ну вот лет 5 минут это первый корпоратив было да? нет на самом деле больше я вот когда в метро первый вот спортивно-развлекательный центр метро 2000 каком первом году я как бы был в команде которая делала этот центр я работал там арт-директором там коммерческим там ну вот такими всякими там внешними связями заведовал там пиар реклама бла-бла-бла вот и тогда я увидел я до этого очень мало был в клубах и тогда я увидел вот эту ночную жизнь уууу это кошмар то есть это не кстати сейчас хорошие новости вот смотрите доказательство тому что мир меняется а ведь умирает клубное движение на глазах вот вы заметили я не знаю вы чувствуете что сейчас люди перестают ходить в ночные клубы уже прилавки позолачивают золотом уже с усальным делают прилавки но все равно полгода пи-ш-ш полгода там кофейни выходят куда на первую всякие лаунч бары выходят то есть где люди не громкая музыка где люди могут поговорить где есть хороший интернет что-то меняется господа я ну слава богу что я вот еще могу вот это вот все чувствовать то есть что я вижу вот эти изменения к интернету возвращаясь там вообще совсем что-то меняется вот возможности сегодняшней информационных технологий даже те которые здесь у нас есть подвластны вот нам здесь в Казахстане я уже не говорю там об американских это просто сумасшедшие рекламную кампанию сегодня можно сделать развернуть рекламную кампанию можно за полдня интернет можно казнет можно поставить на уши буквально за сутки вот сегодня мы захотели это а завтра Казнет будет уже аж вибрировать от того чего мы хотим и это все возможно ничего там такого супер сложного нету это технологии то есть в них просто надо вникать и я бы вам еще настоятельно рекомендовал пожалуйста вот вы бродите по сети находите там людей которые там много таких очень много вот я почему люблю сайт ювижн если внимательно вчитаться там очень много громотеев там ребята как будто ушники сидят я не знаю кимыповцы по моему тоже там как бы нормально представлен то есть там сидят умники такие то есть они где-то вот мы проводили ювижновки то есть ювижновки это когда 100 лучших блогеров собираются в одну кучу вы знаете вот я их когда видел вот они такие же как и вы вот я их всех видел они-то там спрятаны за аватарками там за своими там траляля то есть а вот они приходят тут мало различий вот блогеры настоящие да то есть которые потом давайте чуть-чуть поговорим умение кто умеет говорить вопрос но кто бы сомневался я это уже заметил вот еще кто-нибудь это тоже зависит от того что говорить о чем говорить кому говорить я согласен но тем не менее тем не менее то есть вот кто вы уже это устали у меня я могу заканчивать вы смотрите то есть меня когда у нас вообще на сколько у нас рассчитано а солнце я понял солнце вы на меня в такие моменты еще раз ну в смысле я вижу две важных обязательных умения лидера не лидера нормального образованного человека это умение говорить и умение письменно излагать свои мысли умение вербально излагать свои мысли что такое невербальное общение вопрос жестикуляция вибрации вибрации хорошо вот молодцы невербальное общение знаете те из вас кто хочет стать хорошим разговорником выучите наизусть книгу Алана Пиза там же все очень просто тело говорит тело говорит больше чем мы говорим словами тело выдает любого неподготовленного спикера то есть на любых есть вот отдельно можно с вами вот я не знаю еще можно час поговорить о переговорах вы будете вести переговоры о продажах как правило переговоры о продажах почему все переговоры мы можем сказать о продажах вы защищаете какой-то свой проект ну да ну вы его продаете своим коллегам они или за него проголосуют или за него не проголосуют вы или продали им эту идею или продажа продажа вы продаете свой продукт да вы верите в него все хорошо вы продаете как вы будете говорить потому что общение умение говорить я бы поделил на две большие составляющие это умение говорить публично очень важно может быть вы не всегда будете говорить на большие аудитории 15 человек это как бабки не ходить железно то есть 10-15 разных человек и не всегда они вам знакомы умение быстро адаптироваться в незнакомой среде изжить себе вот эти страхи публичного выступления как изживать начинать говорить другого выхода нет выходите начинайте говорить публично делайте это много готовьтесь вот я вам из своих наблюдений я могу сказать визуализируйте свое поведение и визуализируйте то что вы хотите сказать когда вот вы сидите в спокойной обстановке ну например вы лежите у себя дома на диване и как бы вы выключились вас там просто тело в этом на этом диване а вы сами унеслись своих мыслях куда-то там в этот да то есть посмотреть на себя как на фильм это к чакрам туда не надо но я понял не обязательно просто вот у тебя внутри есть же твой внутренний голос и говорите своим внутренним голосом те фразы которые вы потом будете намерены сказать публично говорите проговаривайте свою речь что на какую тему допустим вы очень всех волнует первый поход на интервью так на это интервью очень легко подготовиться нужно это интервью сходить просто в десяток компаний даже в те которые тебе не надо вот тебе надо туда а ты походи потренируйся по этим эти тоже настоящие она же будет со всех сил стараться тебя на работу там взять или не взять ты же понимаешь что ты прикалываешься но тренируешься а что вы смеетесь то есть ситуация для разговоров она не может быть пластмассовой то что вы вот я почему говорю что ролевые игры это как правило чушь собачья ну вы вы оба друг к другу хорошо относитесь вы поменялись там ну ролями ну я тебе умоляю ну конечно откуда там будут острые углы а ты пришел к человеку а он вот я сейчас вижу вот 50 процентов аудитории уже устало я вот поэтому уже закругляюсь я уже вижу ну правильно под конец дня еще нервы пришел с лекцией вот все понятно я вообще удивляюсь как вы так долго сидите молодцы тут вас это воспитали уже черт возьми вот второе умение говорить это умение говорить уже когда лично это вот когда интервью при небольшом запомните сразу такую вещь если вы хотите что-то добиться от человека избегайте чтобы в комнате были в этом помещении были третьи четвертые лица это в общем-то это обычный психологический штамп но тем не менее это крайне важная вещь потому что когда вы разговариваете между вами создается некий эмоциональный психический вот этот вот коридор этот мост общение твое влияние происходит вот так почему немножко не очень интересно почему кручусь как могу потому что у каждого человека вещание происходит вот так вот мертвые у нас вот здесь зоны вы уже извините бога ради вы сами туда сели вот то есть я почему когда я хочу вот важно ты на переговоры приходишь а тебе заранее стул поставили ну к примеру вот я пришел к вам на переговоры а меня посадили к вам я передвигаю стул и сажусь вот так потому что вот так вот в половину будет хуже это не шутки это правда так работает нужно вот есть дистанция общения да замечательный то есть вот это вот она публичная дистанция вот это привычная в офисе да которые лично я не буду показывать и так поймут туда поближе надо понимаете то есть изучайте этот вопрос крайне важно коммуникация и практика 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 следите за своими собеседниками что они говорят потому что ну я не знаю вот у меня уже я очень много с людьми разговариваю я прям вижу вот я пришел человек говорит что-то можно разворачиваться уходить он пофигу что он говорит он говорит оставайтесь ля-ля-ля давайте еще поговорим уходишь там нечего и со временем откуда совершенно верно вы говорите это чутье оно придет буквально вот у человека века начинает как-то дрожать начинает он почему говорю про жесты ухо начинает тереть глаза начинает тереть репу начинает чесать что это же все разговаривает все разговаривает но люди которые не обращают на это внимание я считаю они глухие наполовину глухие они этого не видят тема которую мы с вами сегодня попытались мы знаете вот со всех сторон по чуть-чуть попытались взглянуть на вот этот большой серьезный феномен который называется лидерство мое глубокое убеждение фразу которую я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю лекцию она мне очень близка и я очень в нее сильно верю что коня готовят на день битвы но победа от пола так и с лидерством нужно готовиться делай что должен ну а там как будет кто знает но готовиться надо изо всех сил надо рубиться надо воевать это воевать я имею ввиду естественно в хорошем смысле но нельзя там просто на полшага не танцуйте на полшага не говорите там в полслова вот чувствуйте вот смотрите еще про разговоры да вот если вы чувствуете что вы не можете сегодня говорить не хотите лучше говорить не хотите на работу это лучше будет чем вы придете и вы не сможете в глазам люди людям в глаза смотреть отдохните наберите гармонию почитайте любимую книгу завтра и вы опять и пришли ну че здорово ребят давайте всем спасибо давайте с вами сила премьет аплодисменты